Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Юрий Аксёнов. Вы смотрите видео на канале GamePlan. И сегодня ко мне на обзор попал интересный, довольно-таки, планшет под названием Huawei MateBook. Что это? Давайте посмотрим сразу же на данное устройство. Вот этот 12-дюймовый планшет и какая его особенность. Он якобы сделан для профессионалов, для деловых людей и якобы должен заменить им ноутбук. Помимо планшета посмотрим, что у нас есть в комплектации. О том, что он из себя представляет, мы поговорим чуточку позже. В комплектации, помимо планшета, у нас есть еще вот такая вот специальная ручка или же карандаш с разными степенями нажатий, кнопками и лазерной указкой. Но об этом тоже позже. Помимо этого у нас есть, естественно, блок питания, причем, стоит отметить, он с Type-C. Здесь вообще все сделано Type-C и об этом я тоже поговорю. Есть кабель Type-C на Type-C и есть вот такой вот еще один кабель Type-C на Type-C и есть еще переходник с Type-C на обычный USB. Что очень удобно и, возможно, многим пригодится. Потому что сейчас пользователи еще не готовы полностью перейти на Type-C, потому что очень много устройств, которые работают еще со старым форматом USB. Помимо всего вышеперечисленного, в комплектацию также входит еще вот такой вот чехол, который, естественно, является также еще и клавиатурой. Вот так вот он выглядит и как он подключается к планшету мы также посмотрим чуть позже. Но за дополнительные деньги вы можете приобрести вот такой вот аксессуарчик. На первый взгляд можно подумать, что это Powerbank, но не совсем. Это вот такая вот своеобразная док-станция, которая позволит вам, подключив ее к планшету, подсоединять Ethernet кабели, два USB. Есть также, что у нас еще HDMI и VGA-вход. Также вот этот вот кабель, если мы вытащим, то мы заметим здесь еще Type-C разъем, который также вы сможете использовать. Устройство, как я уже и сказал, представляет из себя 12-дюймовый планшет. Разрешение экрана здесь составляет 2160 на 1440. Давайте поговорим обо всех особенностях, которые имеются у нас в корпусе. Ну, во-первых, на верхнем торце мы видим сразу же два стереодинамика, которые выдают достаточно хороший и качественный звук. Есть также тут дополнительный микрофон. Помимо этого, здесь есть кнопка блокировки-разблокировки, которая также является кнопкой включения-выключения. На правом торце у нас есть качелька регулировки громкости, между которой есть сканер отпечатков пальцев, которые позволят вам разблокировать свой планшет с помощью прикосновения, ну, а также обезопасить себя от других людей, которые захотят попользоваться вашим гаджетом. Также здесь есть Type-C, который выполняет роль зарядки и также роль подключения сюда различных аксессуаров, в том числе док-станция, о которой я вам говорил. И опять-таки здесь мы можем обнаружить дополнительный микрофон. Нижний торец у нас есть вот такой вот 7-пиновый разъем для подключения его к чехлу-клавиатуре. На правой стороне у нас есть 3,5-мини-джек разъем и еще один дополнительный микрофон. На задней стороне у нас абсолютно ничего нет, кроме логотипщика Huawei, а также логотипщика Intel и Windows. На лицевой стороне мы также можем видеть 5-мегапиксельную камеру, которая отлично справляется с функцией видеозвонков. Устройство работает на Windows 10, а технические характеристики могут разниться в зависимости от версии. Конкретно у меня на обзоре находится версия с процессором Intel Core M5, есть также версии с M3 и то же самое касается и оперативной памяти. У меня версия с 8 гигабайтами, а есть также еще и с четырьмя. В качестве графического ускорителя здесь используется Intel HD Graphics 515, а объем встроенной памяти также разнится от 128 гигабайт до 256, как у меня. Устройство работает шустренько, никаких проблем со стандартными повседневными задачами здесь не возникает. Можно работать как при помощи клавиатуры и тачпада, которые здесь также присутствуют как с помощью стилуса, так и с помощью пальцев. Каких-либо подлагиваний здесь я не наблюдал. И также при особым желании здесь, в принципе, можно запустить не сильно требовательные игрушки и поиграть в них. Особенно это, наверное, касается каких-нибудь стареньких и ретро-игр, которые заставят вас поностальгировать и позволят вам скоротать время в вашей далекой поездке. Я вам обещал подробнее поговорить о стилусе. Стилус здесь действительно интересный, чем-то он, возможно, напомнит вам стилус от Apple. И давайте посмотрим на него подробнее. Я уже вам говорил, что здесь есть кнопка для лазерной указки. Это вам что позволит? Это позволит вам проводить презентацию и, соответственно, показывать на проекторе те или иные элементы. Также здесь есть две кнопки. Они в основном отвечают за переключение между слайдами, но в некоторых программах они также работают и позволят вам, например, быстренько что-нибудь подтереть. Ну, собственно, давайте попробуем нарисовать что-нибудь, и я вам покажу, как это работает. Стилус распознает разные нажатия, то есть чем сильнее вы будете давить, тем жирнее будет линия. Если вы нажмете на нижнюю кнопку, то тогда активируется автоматически стерка, и вы можете все подтереть и, соответственно, таким вот образом рисовать. Не знаю, конечно, как с точки зрения профессионального дизайнера или художника, но с точки зрения любителя данная функция работает достаточно круто, и можно творить, рисовать и получать от этого удовольствие. Кстати говоря, о стилусе есть здесь один такой вот небольшой интересный момент. Он заряжается по microUSB. Да, здесь есть переходник в комплекте, но все-таки странно, то что все-все здесь полностью задействовано, включая зарядник, используется Type-C, а здесь старый, любимый microUSB. Делая вывод, я хочу отметить, что устройство достаточно нишевое и подойдет, наверное, скорее людям, занимающимся бизнесом и имеющим частые перелеты на различные встречи, конференции и презентации. Обычному же пользователю данного устройства будет, наверное, как максимум только интересно. С точки зрения, наверное, полноты использования, оно не совсем вам заменит какой-нибудь компактный маленький планшет и не совсем заменит вам компьютер или ноутбук, потому что все-таки ноутбук и компьютер будут обладать более мощной производительностью. Здесь же мы видим устройство, которое создано специально для деловых людей, имеющим большое количество командировок и которые не хотят сильно перегружать себя техникой. Делая вывод, я скажу, что первый опыт Huawei в создании таких планшетов весьма меня удивил, наверное, и поразил. Я рад, что Huawei начала делать что-то новое, кроме смартфонов и планшетов, но вот из минусов, что я могу отметить. Вот этот вот чехол, он, да, круто выглядит, круто реализован, но есть у него небольшой маленький минус. Он очень часто закрывается. То есть от малейшего там какого-нибудь соприкосновения или тряски он очень легко может вот так уехать и ваш планшет может вот так вот грохнуться и это может доставить небольшой ряд неудобств. И перед тем, наверное, как попрощаться, я хочу пожелать Huawei дальнейших успехов в развитии своей техники и покорения новых горизонтов. Ну а с вами я прощаюсь. Всем пока и до скорого.